МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В вечер настоящей гонки по городу устроили два автомобилиста на Рено. Водители гнали на огромной скорости, обгоняя и подрезая попутный транспорт. В итоге на улице Дегабристов на ровной прямой дороге один из стритрейсеров, пытаясь перестроиться на соседний ряд, не рассчитал и покасательно, и задел Тойоту, отчего последнее потеряло управление. Меня в сторону вот так уводит. Я даже не успел ничего почувствовать. Сбок меня бьет еще что-то, и я поворачиваюсь и уже ударился в стол. От удара неуправляемая Тойота на автобусной полосе врезалась в Ситроен, а затем в опору уличного освещения. Французский седан, перелетев через поребрик, протаранил молодое дерево. В свою очередь гонщик на Рено, увидев, что по его вине оказались разбитые две машины, лишь еще больше нажал на педаль газа. Две желтые одинаковые реношки. Как одноклубники. Ты же знаешь, как она называется? Рено Меган 3 Кубе. Одна с номерами остановилась. Один остановился, который не принимал участия. Ну, скажем так, он не подрезал их. А тот, который подрезал, вклинился между ними и подрезал Рено, с которым соревновался, он уехал с бешеной скорости. За машиной виновник аварии в погоне бросились очевидцы, но догнать его так и не удалось. Номер я не видел, мне показалось, что у него вообще заднего номера нет. Он без номеров был. Но видеорегистратор заснял, в принципе, все, проверил инспектор. В Казани есть вообще какие-то шансы найти этого? Конечно, есть. Видеорегистратор, камеры видеонаблюдения кругом. И слышно. Автомобили Рено Купе ярко-желтого цвета. Спортивной версии в Казани не так уж и много, поэтому у инспекторов ГАИ есть все шансы найти виновника ДТП. Равиль Сайганов, Александр Царегородцев, Эфир 24. 25 лет в эфире с вами и для вас.